Армия Петра I Пехота Самым многочисленным родным войск в русской армии в времен Петра I была пехота. Ее внешний вид в разные годы мог существенно отличаться. Солдаты Азовского похода отличались внешне и по составу от тех, кто сражался под Полтавой или служил в последние годы жизни Петра. Царь-реформатор постоянно вносил свои изменения в войска. Когда я создавал свою коллекционную армию на Северную войну, то остановился на периоде с 1708 по 1712 годы. Это период наиболее громкой Полтавской победы. Но мы будем иногда отклоняться от этих рамок, чтобы лучше разобраться в изучаемой тематике. Пехотинцев называли солдатами или фузелерами, из-за ружья фузеи, стоящие на вооружении. Указ о переходе на немецкое или французское платье, то есть форменную одежду, вышел в 1701 году. Начиная с 1702 года в армии начинают отказываться от венгерского платья. Массовое переоснащение началось в 1703-1704 годах. Старая форма заменялась на новую по мере износа. При этом переодевался весь полк. Но этот процесс шел не быстро. Только к 1706 году войска были приведены к более или менее единообразной экипировке. В этот период содержание армии возлагалось на множество различных учреждений, каждый из которых самоопределял, из каких материалов и какого цвета будет форма. Часть полков были на особом положении и содержались еще дополнительно за счет шефов, таких как меньшиков, например. 1. Униформа. Она состояла из 1. Мундир. Он состоял из верхней одежды, а именно кафтана, камзола, штанов, депанчи. 2. Унтермундир. Он состоял из рубашки, портов, галстука, обуви. 3. Головной убор. Это были шапки-треуголки, картузы, гренадерские эмитры. 4. Кафтан с 1708 года делался однобортным, с 11 или 12 пуговицами в один ряд, которые шли до пояса. Пуговицы делались из олова, меди, кости. 5. Кафтан шился из сукна. Для пехоты сукно было импортным. 6. Кафтан и драгун делались из низкокачественного отечественного сукна. 7. Воротников не было, на рукавах были обшлаги. 7. Карманы и обшлаги застегивались на пуговицах. 8. Камзол повторял форму кафтана, но не имел обшлагов. 9. Одевался под кафтан. Камзолу шили из старых кафтанов и плащей епанчей. 9. Штаны имели разрез спереди, в районе современной ширинки. 10. Этот разрез закрывался клапаном-лацбантом. 11. Подвязывали штаны шнуром. Штаны были длиной чуть ниже колен. 11. Епанча представляла из себя плащ без рукавов, хотя иногда делали рукава. 12. Изготовлялась из отечественного низкокачественного сукна для пехоты или заграничного для драгун. 13. Нижнее белье состояло из рубашки и портов. Делалось из холста или полотна. 14. Рубахи были белыми. На ноги надевали чулки. 15. Галстуки делались из разных видов ткани. Обычно они были черного цвета. 15. Оба состояли из башмаков с тупыми носами, без деления на левые и правые. 16. У солдат были и сапоги. Их одевали в ненастную погоду. 16. Они были намного легче и мягче драгунских сапог. 17. В них можно было совершать длительные марши. 17. Шапки-треуголки очень ценились в войсках. Это был статусный головной убор. 18. Делался из валеной овечьей шерсти или пуха. 18. Красили чернильными орешками в черный цвет. 19. Прокладка делалась холстяная. 19. Края шапки для защиты от разрывов обшивали тканью. 20. Это украшение называли галуном. 21. Он выполнял и декоративную функцию, а также был знаком ранга. 21. У рядовых галун был белым, у унтеров и капралов золотым или серебряным. 22. Офицеры могли украсить и более изысканно по своему вкусу. 22. Шапки были очень непрактичные в быту. В случае, если они намокали под дождем, они теряли форму. 23. Разваливались. Краска с них слазила, проступал клей. 24. Картузы. 25. Делались эти головные уборы из сукна. 26. У них были отвороты, называемыми опушка, подбоем или полем. 26. Это были практичные вещи. 27. Они защищали от холода, особенно, если подбой был меховым. Держали форму в дождь. 27. К 1711 году в армии две трети головных уборов были в виде картузов, а не из трех головок, как думают многие. 27. Митры – это головные уборы-гренадер. Про них поговорим позже. 28. Солдаты получали также перевези, портупеи, патронные и гранатные сумы, сделанные из телячьей кожи. 29. На патронных сумах фузелеров и драгун крепились металлические вензель Петра. 29. У гренадеров украшение изображало двуглавого орла и гранаты. 30. На ноги ниже колен солдаты подвязывали штиблеты или штивни. 31. Их не выдавали, и бойцы могли их изготавливать из старой ткани, например, из старых палаток. 31. В полку штиблеты должны были быть одного цвета у всех бойцов. 31. Вы можете посмотреть, с какой частотой выдавалась униформа согласно мундирному регламенту 1708 года. 31. Кафтаны и картузы в полках украшались цветной материей. Украшались, то есть на языке тех лет прибирались. 31. Отсюда пошло выражение «приборный цвет». Этот цвет мог от года к году несколько меняться. 31. В 1711 году мундирная канцелярия оснастила 23 полка новыми мундирами. 65% из них были зеленые, 17 – красные, синими и васильковыми были 13%, белыми – 4%. 31. Единая цветовая гамма военного костюма сложилась только к 20-м годам 18-го века. 31. В журнале «Новый солдат» номер 189 приведена таблица с указанием приборных цветов полков пехоты на полтавский бой. 32. Унтер-офицеры и капралы отличались от рядовых золотым или серебряным позументом. 33. Это был шнур для украшения одежды. Им отделывали кафтан и края треуголки. 33. До 1700 года унтеры и капралы могли иметь иной цвет формы, чем принято было в полку. 33. Потом это уже не встречается. 33. Офицеры высшего ранга шили форму за свой счет. 34. Четких канонов не существовало. Цвет мог отличаться от цветовой гаммы полка. 34. Все зависело от финансовых возможностей офицера. 35. Обязательным атрибутом офицеров, полкового и ротных штабов быть шелковый шарф. 36. Он был династических цветов или в цвет флага страны, которой служил офицер. 36. Его одевали через правое плечо или обматывали вокруг пояса. 37. Кисти, бахромы, в любом случае должны были свисать слева. 38. В России цвет шарфа был бело-синий-красный. 39. Штаб офицеры носили серебряно-золотые шарфы. 39. Офицеры в строю носили нагрудные знаки. Это была позолоченная, посеребренная или медная пластина в форме полумесяца. 40. Носили на голубой ленте через шею. 41. На них были чеканки в виде вензеля Петра Первого или полковой герб. 41. Только к 1720 годам шарфы и нагрудные знаки стали стандартизированы. 41. Музыканты. 42. Они носили мундиры тех же цветов, что и принято было в полку. 42. Кафтан и галун в треуголке украшался шнурок бело-синий-красного цвета. 43. На правом плече пришивались крыльца. 44. Барабан был черным. 44. Обручи красные. 45. Украшался растительным орнаментом и двумя медальонами с изображением герба и руки с мечом. 45. Армейские полки. 46. К 1711 году пылевая армия состояла из 50 пехотных полков и 50 драгунских, согласно исследованиям Н.П. Волынского. 47. В 1712 году установился постоянный состав армии. 47. В ней было 40 пехотных и 33 драгунских полка. 48. Армия сводилась в три дивизии непостоянного состава. 48. К 1708 году полки пехоты стали иметь следующую структуру. 49. Полк состоял из двух батальонов. 49. В каждом батальоне 4 роты. 49. Рота делилась на 4 плутонга. 49. Вы видите таблицу, в которой проведены данные о численности различных чинов полку. 49. Здесь представлены рядовые, офицеры, унтер-офицеры и невоенные. 49. Общая численность полка к 1712 году составляла 1489 человек. 49. Реальных бойцов чуть более 1200 на полк. 50. Более подробно смотрите в таблице. 50. Также были усиленные полки, где число батальонов было больше. 50. Про это поговорим позже. 50. К 1708 году полки начинают носить названия в зависимости от местности и городов своих зимних квартир. 50. Появляются Новгородский, Московский, Тверской и другие полки. 50. При этом, если в Московской губернии стояли несколько полков, то они получали номера. 51. Так, московских полков было четыре. 51. Ранее полки назывались по фамилиям командиров. 51. Например, полк Англера, Юнгора, Репнина и другие. 52. Это было неудобно, так как при смене командира менялось и название подразделения, что вносило путаницу в документы оборотов. 53. Появление постоянных названий для полков привело к тому, что полки стали хранителями воинских традиций. 53. Новобранец приходил служить не просто в толпу людей, а в полк, имеющий за плечами многие годы военной службы. 54. Ветераны полка приучали новобранца к традициям и берегли честь полка. 55. Все это повышало моральную стойкость бойцов на войне. 55. Структура управления полком 1. Полковой или оберштаб. Он состоял из полковника, подполковника и майора. Если в полку было три батальона, то майоров было двое – премьер и секунды майор. Они осуществляли общее управление полком. 2. Ротный штаб. Состоял из капитанов, поручиков, подпоручиков, прапорщиков. Капитан руководил ротой. Ему помогали поручики и подпоручики. Прапорщик отвечал за лечение раненых и нес знамя полка, прапор в бою. 3. Унтерштаб. 4. Состоял из квартирмейстра, провиантмейстера, аудитора, адъютанта, обозного, писаря, лекаря, попа, профоса и других. 4. Квартирмейстер отвечал за организацию лагеря или постой солдат в населенных пунктах. 5. Профос отвечал за чистоту в подразделении и за дисциплину. Он проводил в действии наказание для солдат и был палачом. Обязанности по другим должностям, думаю, так понятно, исходя из их названия. 5. Унтер-офицеры. Это были нижние начальные люди, часто называемые общим термином урядники. Это были сержанты, прапорщики, каптенармусы, фурьеры. Сержант был старшим унтер-офицером в роте, их было по одному на роту. Ежесуточно он докладывал капитану о положении дел в роте, связанной с дисциплиной и другими вопросами. Каптенармус отвечал за вооружение и боеприпасы. В бою осуществлял поднос патронов солдата. Фурьер отвечал за размещение солдат в лагере и на постое. 6. Капралы. Это отдельная категория чинов. Они возглавляли капральство, численностью четверть роты, называемые плутонги. Из рядовых выбирали ефрейторов, которые впоследствии могли стать капралами. Они следили за несением караульной службы и в бою отвечали за порядок в своем ряду. Нестроевычные. Их можно разделить на две части. К первой относят музыкантов такие как габаисты, барабанщики, флейтщики. Они участвовали в бою. Были также писари, лекари, профосы, отвечающие за чистоту в расположении войск, в том числе и за туалеты, плотники, канавалы и другие. Вторая категория это извозчики и офицерская прислуга, генщики и хлопцы. Офицер из них выбирал лейбшица, в обязанности которого входила защита в бою офицера и в случае его ранения выносить его с поля боя. Четкой границы между категориями чинов не существовало, так капрал мог быть причислен к урядникам, а барабанщик – к строевым чинам. Также в гренадерских полках отсутствовали знамена, а следовательно не было прапорщиков и подпрапорщиков. Вооружение. Основным оружием в пехоте было гладкоствольное дульнозарядное ружье с кремниевым замком. Такое оружие называлось фузея. Вес фузея 5,7 кг или 14 фунтов. Перед вами реконструкция стрельбы из кремниевого ружья. Это мушкет 1773 года, который стал основным оружием надвигающейся наполеоновской эпохи. Найти заряжение фузея времен Петра I в интернете мне не удалось. Поэтому посмотрим на это оружие, принцип работы был схожим. Этапы стрельбы. Взвод курка на предохранитель. При этом открывается полка замка. Засыпкан на полку замка пороха. В видео реконструктор сыплет порох из патрона. Во времена Петра I это делали из натруски. В ней был более качественный порох, что снижало число осечек при стрельбе. Но при этом снижала скорострельность. Закрытие полки крышки огнивым. Ружьё ставят на землю. Конструкция патрона. Он бумажный. Скусывают край патрона, чтобы посыпался порох. Порох из патрона засыпают в ствол. Далее засовывают в ствол бумагу с пулей. Калибр пули сильно расходится с диаметром ствола. При стрельбе в канале ствола образуется нагар из-за сгораемого пороха. Чистить его в бою было проблематично. Примерно через 30-40 выстрелов канал забивался так, что зарядить ружьём уже было невозможно. Поэтому пулю не подгоняли идеально к стволу. Хотя и понимали, что это ведёт к снижению точности стрельбы. Шомполом забивают патрон в ствол. Убирают шомпол. Сводят курок на боевую. Целятся. Резко нажимают на спусковой крючок. Курок с прикреплённым к нему кремнием бьёт по крышке и высекает искру. Порох на полке загорается. Через отверстие в стволе загорается и порох в канале ствола. Происходит выстрел. Дальность прицельного огня до 90 метров. Хотя обычно стреляли с 70 метров. У солдат в патронной сумме было 24 заряда. Две трети из них были картечными, то есть крупная дробь. Точность стрельбы к картечу была ниже. Но из-за множества вылетаемых дробин вероятность куда-то попасть была хорошей. Ведь стрельба шла не по одиночным целям, а по целому плотно построенному вражескому полку. Скорострельность фузеи 1-2 выстрела в минуту. К фузее прилагался плоский штык. Трехгранные появляются в 1724 году. Конструкция крепления штыка к дулу фузеи позволяла вести огонь и заряжать ружье, не отсоединяя штыка. В войсках были и пистолеты. На пистолет полагалось 20 патронов. Ими вооружались пикинеры и офицеры разных рангов. В войсках были мошкетоны. Это были ружья с большим каналом ствола, предназначенные для стрельбы крупной дробью. Прицельность у них была низкая. Дистанция стрельбы невысокая. Но при стрельбе по плотным построениям противника шансов поразить противника было больше, чем у фузеи. Причем с одного выстрела можно было поразить нескольких врагов. С 1703 года войска стали поступать шпаги и палаши. К 1712 году четверть всей пехоты была вооружена палашами. Шпага была в первую очередь кулющим оружием. Палаш рубящим с односторонней заточкой лезвия. Войнопроизводство в России было на недостаточном уровне. По подсчетам Захарова ВМ, в Россию с 1701 до 1710 года было завезено иностранного оружия 200 тысяч фузей, 40 тысяч пистолетов, 200 тысяч шпаг и палашей. В тот же период в Туле делалось по 10 тысяч фузей в год для пехоты и 5 тысяч драгунских фузей, 4 тысячи пистолетов, 1200 пик. Следовательно, более половины вооружений для армии было иностранного производства. Кроме Тула вооружения делали еще несколько заводов, но количество оружия производимого ими было незначительным. Пики. В 1700 году полки получили копья. Ученые спорят, применяли ли их в боях или нет. Спор идет и о их длине. Возможно, они были по 2 метра и на конце имели флажок. К 1707 году полки поступают в пики длиной по 4 метра. Их применяли в боях. На полк полагалось 144 штуки. Вооружали этим оружием каждого второго в первой шеренге. Поговорим об этом при разборе тактики войск. У пикинеров пика была дополнительным оружием. Их фузеи лежали в ободе и при необходимости эти бойцы могли вооружаться и огнестрельным оружием. Так что утверждение, что пики выдавали так, как не было огнестрельного оружия, в корне не верно. В бою применяли рогатки. Их ставили перед строем для сдерживания атак кавалерии противника. Для вражеской пехоты они тоже создавали неудобства, если она шла в рукопашный бой. Но это приспособление ограничивали маневры и для своих войск. При пассивной линейной тактике они были хороши. При маневренной войне они мешались. Сержант вооружался алебардой. Выглядел примерно так. Капрал вооружался либо фузеей, либо капральским копьем. После 1711 года еще и пистолетом. Офицер вооружался шпагой, протозаном или офицерским копьем. Протозан – это декоративное оружие. Наконечник состоял из листовидного острия и полулуния под ним. Украшался чеканкой. У протозана обычно крепились кисти из тканей у втулки наконечника. Цвет бахромы был золотисто-серебряным или в цветах полка. Офицерское копье имело листовидный наконечник. Его иногда украшали тканевой кистью, как и протозан. Флаги. Флаги были двух типов, а именно – ротные и полковые. К 1710 году была создана гербовая книга, в которой содержались инструкции по созданию знамен. Флаг расписывался красками. Вышитые знамена были крайне редким явлением. Размер полотнища был 3х3,5 аршина, то есть 2,1х2,5 метра. Наконечник влага делался из меди или железа. На полковых знаменах их покрывали золотом, а народных – лудили. Делали и поток из стали. Древко было окрашено в черный цвет. Большинство полков имели рисунок на полковых знаменах в виде руки с мечом, выходящей из облака. Цвета знамен были разные – это и красные, и зеленые, и коричневые. На странице 89 и 90 у Татарникова КВ в книге «Русская полевая армия 1700-1730 годов» приводится таблица полковых и ротных цветов для знамен. К сожалению, они на 1728 год. К тому же, в 1712 году внешний вид ротных знамен сильно изменился. Перед вами братцы этих флагов. Цвета полотнищ для полковых флагов на 1709 год найти проблематичны. Можно, как близко к реальному, взять расцветки у Татарникова КВ. Это лучше, чем ничего. Гренадеры. Гренадеры – это солдаты, вооруженные, как обычные фузелеры, но имеющие дополнительный вид оружия – гранаты. Граната весила от 1 до 8 фунтов, но чаще все же применяли 2-3 фунтовые образцы. В переводе на современные меры веса обычные гранаты весили от 800 до 1200 грамм. Граната представляла из себя полое ядро, внутри которого был порох. Их делали из железа, чугуна, иногда из свинца или меди. Применялись гранаты при осадах и редко в полевых сражениях. Мойска редко сходили друг с другом на дистанцию броска гранаты. Перед броском во врага гранату следовало поджечь. Для этого у каждого гренадера была специальная трубка на ремне, где отлил фитиль. Метание гранат выглядело так. Тлеющий фитиль доставался из светильной трубки и раздувался. Держа фитиль в левой руке, ее отводили влево, в горизонтальной земле. Правой рукой из суммы доставали гранату. Правую руку отводили вправо. В таком положении солдат ждал команды для броска. Услышав команду к метанию гранаты, боец поджигал запал гранаты фитилем и метал ее во врага. Все эти сложности и казалось бы театральность были в бою просто необходимы. Наблюдая за подразделением, офицер видел, сколько бойцов готовы к метанию гранат. Когда видел, что все солдаты стоят крестом, то подавалась общая команда на поджог гранат и их метание во врага. Нерасторопные действия солдат и ненадежность конструкции гранат довольно часто приводили к тому, что гранаты взрывались в руках гранадер. Брошенную слишком рано гранату враг мог подобрать и метнуть обратно. Это приводило к тому, что с метанием гранат порой солдаты тянули и происходили самоподрывы. Эту проблему частично решали ручные мартирцы. Это своеобразный миномет того времени. Ствол был коротким. Приклад упирали в землю и производили в выстрел, посылая гранату по навесной траектории. Дальность огня 400-500 шагов. Есть рисунки, показывающие стрельбу солюбарды. Очень сомнительно, что так вообще стреляли, так как у мартирца была сильная отдача. Гранаты носили в отдельной сумме, висящей справа. До 1710 года гранадеры носили особых головные уборы. Шапки меховые. Вид их был таким, но в 1710 году солдаты отказались их одевать, так как они вышли из моды. На смену шапкам пришли митры. Выглядели они примерно так. Для придания формы, каркас этого головного убора делался из китового усы. На митрах изображали гранаты. Хотя я находил реконструкции солдат той эпохи с разными митрами. Это реконструкция гренадер Репанина на 1710 год. При коллекционировании и создании своей армии я остановился на этом образце. У гренадер не было знамен, так как знамя, расположенное в первом ряду, трепахаясь на ветру, могло сбить метаемые гранаты под ноги своим же бойцам. Также и по той же причине в полках не было пикинеров. Из музыкантов в полках были барабанщики и флейтчики. Барабанщик отбивал особый гренадерский бой. У гренадеров отбирали, как правило, наиболее высоких, физически сильных солдат. Это были элитные подразделения, получавшие и более высокое жалование, чем фузелеры. В боевых порядках они занимали места на флангах, то есть в самых сложных местах или шли впереди наступающей колонне. Поначалу гренадеры были в каждом полку, в особой роте. С 1708 года гренадеры свели в пять сводно-гренадерских полка. Гренадеры в полках остались только в гвардии, Ингер-Ман-Ланском и Астраханском полках. Про Семеновский и Преображенский гвардейские полки поговорим в отдельном фильме. Итак, мы с вами в общих чертах разобрали пехоту Петра I. В следующем фильме поговорим о драгунах. Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарен. Жми сюда и смотри интересные видео. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok